Шутками да прибаутками пожаловал к нам Алексей Ратань. Встретьте его, ребят. Встречайте, встречайте, встречайте. Здрасте, Алексей. Здравствуйте. Интересно. То есть будут веселые рисунки. Будут слайды. Ваше увлечение, спорт вы написали, рыбалка, музыка, юмор. Когда все успеваете? Так как? Ну, успеваю. Ну, раз все успеваете, я думаю, может успеете нас развеселить за минуту. Постараюсь. Времени совсем немного, ровно 60 секунд. Удачи вам. Минуты начинаются. Готовы? Да, готов. Концерт Рено выпустил новый автомобиль в эконом-комплектации. Более правильное название комбината. Появился новый знак дорожного движения, называется «Осторожно безбашенные пешеходы». Новая торговая марка «Пиво». Улыбка Володи Зеленского приносит вам одну тысячу гривен. Так, а это вы сами все напечатали? Да. И придумали сами? Нет, ну помогали дизайнеры, я сам не умею это делать. Но шутки ваши. Ну придумал все, я сам. Молодец. Слушайте, ну мне кажется, вам нужно просто немножко набраться уверенности, потому что все здорово и все занятно, но вы как-то совсем не уверены в том, что то, что вы показываете, смешно. Давайте, смелее. Все получится. Я понимаю, что вы хотели бы продолжить. В вашем распоряжении минута. Следующая ставка — пять тысяч гривен. Поехали. Новый запрещающий и разрешающий знак. Магазин новых подручных средств. Я думаю, что каждый производитель обязан писать это на своих продуктах питания. Рождественская елка в Ватикане. Новый автобус был выпущен в рейсы города для того, чтобы граждане-пассажиры узнали его сразу. Женя Кушевой усмехнулся. В подарок вам пять тысяч гривен за остроумие. Поздравляю. Так, ну что же. Сразу хочу спросить у вас. Алексей, вы намерены продолжать ваше выступление или забираете деньги и... Нет, идем до победного. До победного? До пятидесяти тысяч? Ничего себе. Ну, сейчас улыбку вы смогли вызвать на сороковой секунде. Посмотрим, что получится у вас дальше. Могу вам дать небольшой совет. Вы могли бы предварять немножко вот эти слайды каким-то рассказом? Потому что, мне кажется, что комики тратят очень много времени, чтобы прочесть, и пока до них дойдет, это долго. Ну, тут как бы юмор специфический. Я люблю перекручивать буквы с там... Понятно. Круто, круто. Ну, вы подводите как-то, подводите к этому. Будет быстрее и смешнее, мне кажется. А так, да, Дима? Он может не успеть. Да, так понятно. И так понятно. Смотрите. Делайте, как привыкли. Как удобно. Следующая ставка – 10 тысяч гривен. Продолжим? Поехали. Да, да. Честно, хотелось бы прокомментировать, но я думаю, поймете сами. И известная торговая марка производства мороженого. Все? Кончилось. Ну, я думал последний... Танцуй! Суеверный Василий узнал, открыл для себя новую... Суеверный Василий новую примету открыл для себя. Оказывается, плохая примета – ехать ночью в лес в багажнике. Как только эта примета сбылась, он понял еще одну истину, что тяжело собирать выбытые зубы поломанными руками. Что вы наделали? Ну, я рассчитывал на плакаты. Что вы наделали? Как? У вас два слайда оставалось. Неужели вы думали, что это можно найти? Ну, я думал, они самые такие смешные. Серьезно? Ну, годится негры, по крайней мере. В казино я бы с вами не пошел, честно говоря. Ну, просто всего два осталось. Дима имеет в виду, как же можно идти дальше? Всего два осталось. Никакого запаса. Эх, к сожалению, проиграли вы. Но, вы знаете, эти слайды можно предложить производителю, кто знает, может быть, они оценят. Очень жаль. Такая работа проделана. Спасибо. Спасибо. До свидания. А ведь мог просто забрать пять тысяч и... Хватило бы их на картридже, чтобы печатать новые слайды. Да, абсолютно. Жаль, жаль, жаль. Хорошая идея. Нестандартная. Я буду и дальше работать в этом стиле, потому что хорошо у меня работает бредогенератор. Редактор субтитров А.Семкин